привет друзья итак вы у меня на канале пропавший блогер ну смею вас заверить если вы не понимаете почему я вот в такой форме и где я нахожусь то я вам скажу что я нахожусь в своем спортивном зале а сам я и этот канал называются фитнес как образ жизни он так назывался раньше правда фитнесом редко кто хочет заниматься и мой канал постепенно начал глобу глобу и поэтому я решил его переформатировать именно под формат не только фитнеса но и всего того что происходит в нашей стране но тем не менее фитнесом я продолжаю заниматься и у меня есть свой другой второй канал про фитнес и спорт и там как раз таки много всего интересного вы можете увидеть но на том канале у меня нет прямого эфира и поэтому я не могу там с вами общаться следовательно я решил коль это мой канал и коль я тоже занимаюсь фитнесом почему бы вам не показать как я это делал тем более много подписчиков больше 4000 человек мои старые подписчики которые подписались на канал фитнес как образ жизни ну что друзья вот сегодня я хочу вам показать полностью свою тренировку как я тренирую плечи работать я буду с гантелями вот если вы посмотрите вон видите куча гантелей стоит вот это основные гантели возможно я возьму еще чуть-чуть побольше а может и нет но смысл состоит в чем что я должен выполнить четыре упражнения с гантелями первое вертикальный жим гантелей 2 махи через стороны третья махи в наклоне и четвертая махи вперед вот это базовые четыре упражнения надо выполнить четыре подхода по 10 повторений причем четыре рабочих подхода это те подходы когда я уже не добавляю вес то есть начну я разминку вон видите 5 там 6 7 8 9 килограмм и постепенно буду наращивать вес значит отдых обязательно должен быть не больше тридцати секунд вот если воды больше тридцати секунд вес уже большой больше брать не надо но и меньше отдыха тоже то есть если и выполнил упражнение на десять раз и готов делать дальше надо брать больше вес и делать большим весом ну вот такой принцип работы если время уложусь должен я выполнить это где-то за тридцать четыре тридцать семь минут четыре упражнения но тогда может быть я еще даже не знаю трапеция вроде бы болит я ее качал вместе со спиной может качну пресс но я вам потом покажу ну что я одеваю перчатки и начинаю тренировку так время у нас сейчас 18 30 нет даже 18 26 и сегодня у нас 26 сентября ну что начнем вот и и и и и и и и Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. 8-10 килограмм сделал по 10 раз. Как вы обратили внимание, сделал все это без остановки. Чуть-чуть дыхание сбилось. Сейчас 30 секунд перерыв. И опять попробую 10 килограммами, потому что на ней я остановился. Смотрите продолжение в следующей серии. Чуть-чуть дыхание сбивается. Но это потому, что сделал много подходов с теми малыми весами. Сейчас попробую сделать третий подход. Если будет тяжело, то тогда четвертый подход сделаю с 13 килограммами. Ну вот как оказалось с 10 килограммами. Не так уж и тяжело. Естественно, гантели сравнительно легкие. Сейчас я все-таки попробую. Перерыв коротенький, 30 секунд. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот и с 13 килограммами я довольно-таки легко справился. Но тем не менее, попробую сделать еще один подход. Итак, с момента тренировки у меня прошло 4 минуты. Что я за это время сделал. Давайте я сейчас сделаю еще один подходик с 13 килограммами. И расскажу вам, если вы сами не сосчитаете. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, второй подход с 13 килограммами я сделал. Довольно-таки тяжело получилось. Поэтому на третий подход не буду брать 15 килограмм. Итак, как у меня получилось. 2 с 13, 2 с 10, 8, 7, 6, 5. То есть уже 6 подходов за 5 минут. Ну, я в общем думаю, темп, скажем так, нормальный в тренировке. Интенсивность хорошая. Я продолжаю. Третий подход. Вот. Жим гантели вверх. Ну вот, практически 3 подхода без читинга. Правильной техники. Выполнил вертикальный жим. И следовательно, последний, четвертый подход. Попробую с 15 килограммами. То есть, чтобы было крайне тяжело. Потому что, если получится, я имею в виду правильно делать, придется брать больше вес. То есть, принцип такой. Выполнить упражнение правильно. Надо выбрать такой вес, с которым вы уже перестаете справляться и начинаете читинговать. Тогда это значит, что мышца проработана полностью, крайне утомлена. И можно переходить к следующему упражнению. Итак, завершающий подход. 44. Нет. Даже не знаю. Ага, сейчас. 34 минуты. 27 минут я начал. Седьмая минута. 15 килограмм. Да, это было тяжело. Это было тяжело. Плечики проработались. И я думаю, дальше можно переходить в махи через стороны. Ну, как понимаете, сейчас я получил степень крайне утомления. И, естественно, надо отдохнуть. Но отдыхать я буду не просто сидя или ходя по залу. А выполняю упражнение с малыми весами. И так опять начинаю с 5 килограмм. Махи через сторону. Конечно, уже так интенсивно, как в начале тренировки. Не получится работать. Все-таки утомляемость наступает. Поэтому здесь между каждым подходом делаю 30 секунд перерыв. Но опять-таки, если с весом справился, беру больший вес. И вот когда станет тяжело с 30-секундным перерывом справляться, это и будет рабочий вес. 6 килограмм. Ну, пока что все нормально, все справляешь. Обратили внимание, как выполняется это упражнение? В локтях сгинать руки не надо. Руки висят как бы вниз. И в таком же движении мы должны их поднимать в стороны. Правда, большие пальцы должны смотреть вниз. Как будто бы мы выливаем воду из бутылок. Тогда движение будет направлено и направлено на среднюю дельту. Ну что, 7 килограмм. Меня часто спрашивают, а почему вот ты делаешь такие вот, мол, перерывы? Ну, тебе же легко, ну и бери сразу, делай дальше. Нет, ребята. Как я уже сказал, когда я сделал вертикальные жимы, я утомил плечи. И чтобы они полностью восстановились, надо где-то передыхать 3-5 минут. И вот чтобы не тратить эти пустые 3-5 минут, я и выполняю как бы разминочные. То есть 5, 6, 7, 8 килограмм с 30-ти секундным перерывом. То есть вот если я 4 подхода сделаю с 30-ти секундным перерывом плюс работа, ну вот и получается где-то 3-4 минуты отдыха. А потом уже беру десяточки, ну и десяточки не будет рабочих. Итак, 8 килограмм. Вот, 8 килограмм сделал. 30 секунд перерыв и продолжу делать с десятками. Посмотрим, как пойдет с десятками. Итак, общее время тренировки 12 минут. А как видите, какой объем работы выполнен. Это только начало. 10 килограмм. Ну вот, десяточки уже как бы хорошо. Сейчас попробую сделать второй раз. И опять-таки, если справлюсь, а наверняка справлюсь, возьму 13-ти. Меня спросят, почему 13-ти? Да нет, у нас просто в зале ни 11, ни 12 килограмм нет. Поэтому сразу приходится делать 13-ти. Ну а если бы были, я бы, может быть, сделал сначала 12 килограмм, после 10-ти. А потом уже 14-16 и так далее. Но у нас 13-ти есть килограмм, 15-17. Что ж, буду работать так. Итак, второй подход за 10 килограмм. Ну вот, и с 10-ю, как говорится, легко. Что это значит, что я уже отдохнул. Плечики, да, они побаливают, но работают. Раз работают, значит, можно работать и нужно. Ну что, будем считать, что 30 секунд прошло, и я пошел с 13-ти килограммами. Ну вот, 13 килограмм. Уже ощутимо. Уже плечики начинают судорога сводить. Вот. Что я могу сказать? Чуть-чуть расслаблюсь. Похожу, подышу. Второй подход с 13 килограммами. Ну, как видите, стараюсь технику соблюдать. Правда, чуть-чуть приходится все-таки читинговать. А может быть, это потому что вес чуть-чуть раскачивает, когда поднимаю. Ну, не знаю. Со стороны видней. Потом посмотрю тоже, как именно у меня получилось. Ну что, сейчас сделаю третий подход. Если он справился, буду проводить 15 килограмм. Четвертым. Ну, хорошо. Справился, а раз справился, четвертый возьму 15 кг. Махи через стороны, четвертый подход, да, да, это очень тяжело. Ну, техника ломается, а следовательно, достаточно. Ну что, половина тренировки на плечи закончена, два упражнения сделаны. Вертикальный жим и махи через сторону. Не считая разминки, четыре подхода вверх, четыре в разные стороны. Общее время с разминкой составило 19 минут. Ну что, в принципе, неплохо. Теперь махи гантелями в наклоне. Точно так же начинайте с 5 кг и точно так же 30 секунд отдыха. Да, чем дальше, тем тяжелее. Мышцы, конечно, устают. Высокоинтенсивная тренировка дает о себе знать. Фух. Но, тем не менее, продолжаем в том же духе. Каждые 30 секунд начинаем упражнение с увеличением веса. Следующий, 6 кг. И с 6 кг тоже справляемся. Значит, друзья, если вы возьмете в арсенал своих тренировок данный комплекс, не спешите выходить на большие веса. Старайтесь именно соблюсти вот этот промежуток отдыха. 30 секунд. Ну, максимум 40. Если вам приходится отдыхать больше, не надо, берите меньший вес. Большими весами вы сработаете, работая со штангами. Как работать со штангами, вы можете увидеть и здесь, на моем канале, если на него подпишетесь. И точно так же есть эти упражнения и на канале про фитнес и спорт. Это второй мой канал. Ну, и так, продолжаем. 7 кг. 7 кг. Уже неимоверно жарко, потею, по спине лежит ручей. Как говорится, ну что ж, так и надо тренироваться. Мы же в зал приходим не отдыхать, а растить мышцы, плечи, грудь, руки, спину, ноги. Поэтому, не скучайте в зале. 8 кг. Так, ну и 8 кг у меня справился. Сейчас все-таки сделаю небольшой отдых. И начну работать 10 кг. Ну, понятно, что задняя дельта, она у нас у всех как бы слабее. И делать махи в наклоне считается самым сложным упражнением. Поэтому многие рекомендуют его выполнять в начале. Ну, знаете, я вам сегодня показываю классическую тренировку. На общий мышечный рост. То есть на плечи. А не специализация на заднюю дельту. Поэтому лучше делать так. Конечно, если вы специализируетесь, прокачиваете заднюю дельту, то логичнее начинать именно подъем гантелей в наклоне, тяга штанга горлом. Ну, кстати, вот у меня предыдущее видео. Ну, если вы посмотрите на моем канале. Я как раз показываю, как тянуть штангу. И первое движение как раз-таки там выполняется на заднюю дельту. Второе уже идет на круглую. Третье на широчайшую. Четвертое на разгибатель спины и поясницу. Вот. Ну что? 10 килограмм. Махи в стороны, в наклоне, на заднюю дельту. Эх, да, тяжело. Тяжело, аж голова начинает кружиться. Ну, ничего, сейчас так же, как и в предыдущих упражнениях, второй раз сделаю с 10 килограммами. Если будет легко, третий подход попробую с 13. Ну, а если будет тяжело, нет. Буду с 10 работать. Ну, посмотрим. Как говорится, раз на раз не приходится. У меня есть видео на ютюбе. Называется Птица Мурана. Где я эти махи делаю с 22 килограммами. Она, кстати, набрала там несколько тысяч просмотров. Кто-то рукает, кто-то хвалит. Ну, я вам что скажу по этому поводу. Уметь упражнения надо делать правильно. Но, когда вы овладели техникой, вы начнете чтинговать. Но, опять-таки, когда у вас есть тренировка, помогать ногами, а не спиной, как многие тянут. То есть, если вот вы обратите внимание, когда я буду весом работать. То есть, задаю инерцию, дотягиваю гантели, а вниз работаю негативом. Дотягиваю, а вниз работаю негативом. Негативная фаза повторения, она всегда более мощная, чем позитивная. И поэтому, можно вес взять где-то на 15-20% больше от рабочего, что лучше проиннервирует мышцы, ну и что заставит в конечном итоге их расти. Ну и что, второй подход с 10-ю килограммами. Ну и что, друзья, как видите, выполнил я его в правильной технике, а следовательно, я возьму 13 килограмм и третий подход буду делать с 13 килограммами. Посмотрим, сумею ли я выполнить в правильной технике. Если техника будет правильная, уже на четвертый подход буду брать больше веса. Ну а если, конечно, будет нарушаться, лучше не злоупотреблять. Итак, 13 килограмм, махим в наклоне. Хорошо. Ну вот и 13 получилось. То есть, видите, тяжело. А вот и 13 сделал. Раз, если могу, больше грех не попробовать. Вот. Итак, заканчивается третье упражнение тренировки. Начал я в 27 минут седьмого, а сейчас без пяти семь. Значит, получается где-то 28 минут. Ну что, по времени иду очень хорошо. Сделаю сейчас этот подход и у меня остается подъем вперед на переднюю дельту. Ну что, крайний подход. Махим в наклоне через стороны плюс 15 килограмм в каждой руке. в каждой руке. было тяжело и видели, как я резонировал ногами. Ух! Так. Вы знаете, а вот счетчик показывает, что я всего работаю только 33 минуты. С момента, как я включил камеру, прошло 34 минуты. ну плюс вначале я там чуть-чуть с вами поговорил и начал тренировку. Итак, у меня остались последние 4 рабочих подхода. Махи, гантели вперед на переднюю дельту. Так, как я говорил, тренировка это должна уложиться в 34-37 минут. Ну что, начну. Опять же, начинаем также с малого веса с 5 килограмм. на северную. Махи, санкет, салят, салят. Салят. Томашка. салят. 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 также сделаем здесь 30 секундный перерыв потому что после тяжелых махов надо отдохнуть разминка с малыми весами позволяет отдыхать ну скажем так не пассивно активно 6 килограмм да друзья что я вам хочу сказать но как видите зал большой просторный людей у нас скажем так не так уж и много в основном только ходят те кто занять занимается у меня на персональных занятиях можете в принципе записаться ко мне можете записаться онлайн а кто хочет может прийти ко мне найти меня легко для жителей ростова и ближайших округов найти можете просто набрать в яндекс поиски или в гугле владимир муран и там есть все сведения мой ватсап мой телефон моя электронная почта все мои соцсети свяжитесь со мной и мы договоримся с вами как мы будем тренироваться а я продолжаю махи вперед семью килограмм килограмм как вы понимаете это тоже разминочные да возможно я подустал но на тренировке как говорится надо отдыхать столько сколько положено не больше но и не меньше восемь килограмм килограмм ну вот уже чувствуется прям плечи отваливаются думаю что больше десяти килограмм я не потяну ну как сказать опять же вес вторичен важно результат чтобы у вас росли плечи если они у вас будут расти даже от трех пяти килограмм ну так работайте тремя пяти килограммами при условии если вы не можете поднять больше а если можете пробуйте 10 килограмм ну что пока оставляю оставляю на второй подход крайне тяжело крайне тяжело идет 37 минута тренировки чуть-чуть отстаёт графика ну не знаю почему болят плечи болят очень болят и получается что если я сейчас не справлюсь вес надо уменьшать какой там второй подход будет 10 килограмм ну как видите читингу и читингу и уже но очень тяжело правое плечо чуть-чуть побаливает ну не то что побаливает но и устали мышц как говорится какие-то мышцы сильнее какие-то слабее какие-то быстрее устают какие-то быстрее восстанавливаются ну что два подхода осталось на моих часах идет 39 минута тренировки в записи это 42 минута идет вот значит сейчас я доделаю еще два подхода и потом еще кое-чего вам расскажу не спешите уходить из эфира расскажу такие вещи которые я в процессе тренировки но просто не успеваю вам говорить 3 подход ну вот и третий справился два раз третий справился что надо сделать четвертом правильно взять больше вес не больше отдохнуть отдыхаем также 30 секунд а берем больше вес а знаете почему потому что если я не дай бог справлюсь в четвертом подходе что придется делать брать больше вес и делать пятый подход а это крайне тяжело ну что будем считать 30 секунд прошло я пошел делать четвертый подход будем думать что он заключительный а а а а а а а а а все вырубился вот так вот и так общее время тренировки 42 минуты о четвертом подходе с 13 килограммами я сумел только поднять 5 раз на шестом хоть и закинул но видели как вниз гантели упали на седьмом я даже не смог поднять мышца выключилась ну что это значит значит плечи я проработал и сегодня их больше делать не надо что сегодня еще можно сделать можно сделать трицепс можно качнуть бицепс можно качнуть пресс вот это я сделаю но с небольшим перерывом а сейчас можно сказать что тренировка закончилась если вы смотрели самого начала и до конца я думаю вам понятно как лучше тренировать плечи с гантелями как тренировать со штангой подпишитесь у меня на канале здесь на этом канале или на втором моем канале про фитнес и спорт точно также можете набрать поиски дзена и найдете мой канал вот а если не найдете значит на моем этом канале откройте любую статью и там внизу есть подписаться на первый и второй мой канал ну что вот на этом пока все следите за моими эфирами до новых встреч с вами был владимир муран пропавший блокер фитнес как образ жизни пока